слышно слышно не видно есть пишет слышно но не видно и чё ты и видно отлично хорошо у кого не видно перезайдите пожалуйста да возможно у вас что-то дома с компьютером либо с телефоном ну значит будем начинать всем доброе утро хорошее начало каталога продуктивной неделе каталога да а представлюсь меня зовут ирина брюхнова саппировый директор компании reflame и сегодня мы с вами поговорим о такой важной теме это о запуске каталога о запуске каталога как успешно его открыть как за так чтобы были результаты те которые мы захотим и что для этого необходимо делать так слышно видно хорошо если у кого-то не видно не слышно напишите чтобы люди перезаходили чтобы могли понять и для того чтобы каталог открылся хорошо в первую очередь необходимо это конечно же настрой энергия и я вот еще думала не дописала это конечно же вера если вы настроены на то что ваш каталог будет хорошим если вы настроены на то что ваш каталог запустится так как вы хотите если у вас будет прям энергия для всего этого да и конечно же если вы будете в это верить то всегда, всегда мы имеем те результаты, которые хотим. Вот я помню, когда я пришла в компанию Reflame, и когда мне мой спонсор писала план на каталог, я уходила с координации и думаю, я не верю, я не сделаю. И как вы думаете, получался ли у меня тот результат, который писал мне мой спонсор? Конечно же, не получался. А когда ты выходишь прям окреленный, ты прям понимаешь, что вот если я проделаю вот эти действия, то я сто процентов получу вот этот результат, ты прям веришь, у тебя прям энергия зашкалывает, да, и ты прям настроенный на то, что у тебя будет все хорошо, оно как-то само собой получается. Поэтому очень важно всегда, когда начинается новый каталог, это, конечно же, наш настрой, с какой энергией мы его открываем, с какой энергией мы вообще будем делать действия в данном каталоге, и, конечно же, это наша вера. И очень важно, нельзя называется планирование каталога, потому что очень важно, как запланируешь свой результат, таким он у тебя и будет. Я всегда начинаю свой каталог, это с планирования и с анализа, да, анализа немножко поговорим, почему важно планировать. Потому что если ты не знаешь, что тебя ждет в этом каталоге, понятное дело, мы не знаем, куда мы движемся. У каждого человека должно быть видение. И если к нам пришел новичок, и он не понимает, зачем ему делать рассылку, если он не понимает, зачем ему делать личные 150 баллов, у него нету видения, он не будет этого делать, и в него не будет желания. Аналогично, так же самое у нас. Если мы не знаем, зачем мы это делаем, получим мы, не получим, когда получим, соответственно, у нас даже энергии нет, у нас то, чтобы выложиться по максимуму и получить данный результат. Конечно, когда мы планируем, мы знаем, кого мотивировать, мы знаем, у кого какие по команде будут звания, кого нужно подтянуть, кого нужно добавить. Да, и таким образом, когда мы видим желаемый результат, у нас появляется энергия на новые звания, на новые результаты, и таким образом наша команда растет и наши баллы растут. Планирование всегда, у меня есть три задачи, да, то есть первое, это, конечно же, поставить цель, которую вы хотите. Всегда начинается каталог, это с того, какое звание я в своей команде хочу в этом каталоге. Конкретно, что я буду для этого делать, какие действия необходимы, что будет делать моя команда, потому что все начинается от нас, как говорится, рыба гнет с головы, да, не от новичков, а от нас. И, конечно же, какие ресурсы мне необходимы для того, чтобы эти звания по команде сделать. Сколько конкретно я чего должна сделать, сколько чего должны сделать мои новички, сколько чего должны сделать мои рекрутеры, конкретно прописать, что должно быть проделано. И, конечно же, планирую обязательно, не знаю, как вы, но я всегда планирую встречи, всегда планирую рассылки, сколько в день я должна делать, когда какие будут планировки, сборки, координации, сколько регистрации лично сама я должна сделать, сколько должна сделать регистрации моя команда, личный товарооборот, показатели, да, это звание по команде, акции, обучение и так далее. То есть мы в планирование вносим все то, что нам поможет достигнуть данного результата, который мы с вами захотим. И часто есть ошибка в новичков, я даже помню, у меня такая была ошибка, когда я пришла в компанию Reflame, то, что я всегда планировала рост себе, не команде. Возможно, почему у меня не получался результат, потому что я была эгоистом, я была зациклена на себе, я думала, надо сначала себе, а потом, когда дошло до меня, что в первую очередь нужно думать о команде, потому что если растет команда, растешь и ты автоматически, тогда и начинается, в принципе, наверное, везде и во всех рост. Возможно, вы замечали, когда вы планируете своему директору звание, либо старшим менеджерам, да, даже либо новичкам, неважно, либо даже себе, если в голове прокрадывается мысль, да хоть бы сделать 7500, то есть у нас уже есть о ком мысли, только о себе, хоть бы сделать 7500, хоть бы подтвердить то звание, которое у меня было в прошлом каталоге, да, значит, мы думаем о себе, мы не думаем о новичках, мы не думаем о команде, а когда мы думаем, что хоть бы моя команда там сделала прирост 5000 баллов, 6000 баллов, соответственно, наше звание и так автоматически будет расти, поэтому в первую очередь мы думаем о команде, не думаем о себе, чтобы расти нужна команда, да, и только в команде мы быстрее достигаем результатов, и вот вчера я проводила планерочку, да, для своих рекрутеров и говорю, вот представьте, если вот вас даже 5 человек, и каждый сделает по 2 регистрации, это суммарно 10, кто-то с вас сам может сделать 10 регистраций за каталог легко, нет, да, ну кто-то может, кто-то не может, но если же мы в команде, если в команде мы все сейчас сплотимся как единый механизм, как единое целое, соответственно, наш результат вырастет максимально быстро, и вот это всегда нужно показывать, что мы команда, я всегда говорю, что вы команда, вы должны работать вместе, что мы одно целое, что вы конкуренты, потому что часто, когда приходят в команду, есть разные люди, кто-то конкурирует, кто-то перетаскивает одеяло на себя, кто-то говорит, ага, а почему я должна делать регистрации вниз, я буду сама себе, то есть в первую очередь мы должны понимать, какой я командный игрок, тогда, соответственно, какой я в команде спонсор, тогда команда будет у нас соответствующая нам, да, и наш бизнес – это наша команда, это наша сила и наша опора, в первую очередь заботясь о результате чужого человека, другого человека, мы получаем свой результат. И как я работаю? Я работаю как оффлайн, так и онлайн, независимо на то, что карантин, все равно мы ходим, мы выходим, не знаю, люди выходят, люди везде ходят, и что я делаю в оффлайн? В оффлайн я провожу один раз в каталог с директорами планерку, встречаюсь лично вживую, потому что живое общение, когда у нас был сильный карантин, мы не встречались, и я понимаю, что мы начинаем друг друга отдаляться, что этого не хватает, даже просто выйти попить чай, попить кофе, поболтать даже если не о чем, а просто о личной жизни каждого человека, это всегда сплочает, это всегда объединяет, поэтому очень важно все равно, если есть возможность, встречаться лично. Это координации, но координации очень важно не заигрываться, потому что иногда бывает такое, что начинаешь строить команду и координируешь всех, а времени на рост не хватает, времени на рекрутинг не хватает, потому что пока провел всем координации, очень важно фильтровать, кому эти координации нужны. В основном координации провожу тем, кто планирует результат в этом каталоге, кто активно работает, кто, я вижу, рекрутер сильный, ну вообще рекрутер, те люди, которые лишь бы-лишь бы раз в две недели что-то сделали, раз в два дня заполнили анкеточку, нашли новичка, соответственно, у них несерьезные отношения, зачем тратить время на людей, у которых несерьезные отношения. Принимаю бизнес-встречи, если человек с Чернигово вживую, встречаюсь с клиентами всегда, не забываем, что наши клиенты — это наши будущие консультанты, а это наши будущие партнеры, которые рядом возле нас, это всегда наши преданные люди. Если у меня остаются старые каталоги, раздаю их, чтобы их не потерять, и работать с информационным листом. В первую очередь это работать с информационным листом. Это всегда, начало каталога начинается с информационного листа, дальше мы об этом еще поговорим. Онлайн — это посещение планерок-спонсора обязательно. Некоторые люди считают, что можно не посещать планерку, я этого вообще не понимаю, как это так, не посещать планерки. Неважно, планерка вживую или планерка в интернете, по вебинару или по скайпу, по зуму, неважно. Если человек не посещает планерку своего спонсора, это как минимум неуважение этого человека к своему спонсору. Всегда. Я понимаю, есть разные причины по семейным обстоятельствам, по здоровью, состоянию. Но все другие причины. Я всегда стараюсь посещать планерки своего спонсора, потому что она тратится, она выкладывается, она тратит на это время, она находит на это время. И как это так не прийти? В любом случае ты получишь какую-то мотивацию, какую-то энергию, какой-то обмен. Вот. То есть важно планерку всегда посещать. И если ваш новичок не посещает вашу планерку, для меня это уже сигнал. Если, например, у меня вчера была планерка с моими лидерами, и если кто-то с моего чата рекрутерского пришел на мою планерку, я уже для себя помечаю галочку. Я уже на этого человека понимаю, какие мне делать ставки, какие мне делать вообще на будущее. Если у человека, конечно, по семейным обстоятельствам заболел человек, и он не может, или там где-то в больнице лежит, понятное дело, ты его не заставишь, или с ребенком какая-то проблема. Но других, я ходила на планерке к своему спонсору даже с ребенком. Нам было годик-два, мы ходили на живые планерки, я водила Назара с собой, и это не обсуждается. Если, ну, ты же живая, можешь выйти, можешь. Тем более сейчас мы переходим в интернет, и в интернете можно в любой момент подключиться. Сама провожу, конечно, да, это в онлайн собираю заказы, ищу кандидатов на работу, как же без этого. Проводим вебинары, координации, работа в чатах. Очень важно. 80% своего времени тратим на качание чатов. Ну, рекрутинг, точнее, 80% рекрутинг, и процентов 20-30% это качать чаты. Почему так? Потому что в чатах кто-то выявляется. Если в личку человек может до конца где-то не выявиться, где-то постесняется, побоится, понаблюдает изначально, то в чате человек принимает решение. Если он видит в чате много людей, таких, как он сам, и этот чат качается разными возможностями компании, да, разными темами, соответственно, тогда новичок принимает решение, у него какой-то щелчок проходит. Сопровождение, и проводим разные обучающие школы. Очень важно закрывать каталог каждую неделю, раз в неделю, то есть три раза в каталог у нас происходит закрытие. Каждое воскресенье я созваниваю вас со своими рекрутерами, либо с, там, несколько человек, либо с одним человеком, на кого я ставлю ставки, и каждую неделю мы анализируем каждую, что было проделано, что сделано не так, что можно улучшить, какие идеи есть хорошо закрыть каталог, просчитываем еще раз информационный лист. И всегда мы работаем с четырьмя категорией людей. Это новички, это партнеры, это продавцы, это потребители. Есть люди, которые делают акцент больше на рекрутеров. Мы тоже делаем акцент на рекрутеров, но все равно мы не забываем о том, что в нашей команде есть разная категория людей, и каждой категории людей необходимо выделять свое внимание, потому что эти категории, они со временем могут привести вашего преданного партнера. Конечно же, это посещение разных академий. У нас запущена Академия Миллионера, где мы обучаем людей лидерского мышления не только просто как собирать заказы и рекрутировать, а просто быть как лидером, брать на себя обязанности лидера. И, конечно же, это разные обучающие школы. Успешный старт, маркетинг-план, то есть очень разные вебинары, которые необходимы для того, чтобы человек развивался. Даже если я на своем звании, звание сапирового директора, я все равно посещаю эти академии. Почему? Потому что иногда ты заходишь на такой вебинар, на эту школу, и сама так очнешься от человека, который выступает, что выходишь и думаешь, боже, все, поднимай торпеду, давай включайся, работай. Потому что каждый человек на своем звании может засыпать, у каждого человека может просыпаться лень, нету настроения. Вот сегодня проснулись, не знаю, как у вас, у нас пасмурная погода, я еле проснулась, еле разбудила ребенка в садик, еле его отвезла. И, соответственно, думаешь, или лечь поспать, или что-то сделать. Всегда у нас стоит выбор, поэтому всегда посещайте все вебинары, даже если вы это слышали 300 раз. От каждого спикера мы слышим по разному информацию. У каждого спикера свое видение, своя подача информации, свои примеры. И, возможно, именно у кого-то, от какого-то спикера у нас стреляет в голове. И даже если мы изначально, когда планировали себе звание, мы не верили. Вот я расскажу пример, да, когда я открывала звание директор, я была на координацию своего спонсора, именно звание директор. Я вышла, как сейчас это помню, вот осталось в моей памяти. Я вышла, еду домой и думаю, какое звание директор, какой старший менеджер. Я тут уже планирую его полгода, никак не могу его открыть. У меня уже опустились руки, у меня уже не было веры вообще в то, что я это сделаю. Ну, побыла на координации, спонсор расписал, ну, спасибо. И пришла домой, и я знала, что я это не сделаю. Я была уверена, у меня настрой был, что я это не сделаю. Но в этот момент, в этом каталоге, когда я открывала звание директора, в компании Reflame был форум, какое-то мероприятие организованное. И я на все мероприятия ездила. На все ездим, до сих пор ездим на все мероприятия. На все мероприятия ходим, если это в нашем городе, от нашего спонсора. Если мы организуем, вот всегда, всегда нужно ходить на все мероприятия. И я приехала с этого мероприятия, подхожу к Ире, говорю, Ира, ты знаешь, в этом каталоге я 100% буду открываться. Все, у меня вот так вот, понимаете, переклинило. Я услышала чью-то историю, кого-то услышала, где-то зарядилась, мотивировалась. В моей голове поменялось полностью сознание. И что вы думаете, я открыла звание директор, хотя изначально я в это не верила. То есть всегда, всегда нужно посещать все обучающие мероприятия, все вебинары. Потому что где-то, когда-то что-то дострельнет, выплывет, как говорится. И как мы работаем каждую неделю каталога. Так как у нас три недели каталога, в принципе, эти недели будут повторяться, ничего такого нету, я думаю, вы делаете все то же самое. На первой неделе каталога обязательно. Планерка со своими партнерами персонал. У нас вчера, вчера открылся каталог. Вчера было воскресенье. У кого-то каталог открывается сегодня. У меня открывается каталог по воскресеньям. То есть в субботу мы закрываем, вечером мы отдыхаем. В воскресенье до обеда ты отдыхаешь до вечера. И вечером мы созваниваемся с моими девочками, с моей персональной линией. И расписываем все акции. Рассказываю, разжевываю, что не получается. У нас всегда в воскресенье, вот у нас вчера было, у нас без слайдов. Я проговариваю, что было сделано. Что ты не сделала? Почему у тебя не получился результат? Как ты думаешь, что у тебя хромает? Как ты думаешь, что нужно улучшать? И люди задают вопросы. Говорят, вот у меня не получается вот это, вот это, вот это. И мы все стараемся отвечать, подсказывать, почему это не получается. Почему у кого-то получается. И очень важно проделывать свою статистику. Всегда. Я тоже об этом буду говорить. Каждое воскресенье я сажусь и анализирую свой каталог. То есть в воскресенье я открываю свои регистрационные формы. Считаю, сколько у меня форм было за каталог личных и сколько форм было за каталог по команде. Не знаю, как вы, но мы не регистрируем без заказа. Мы регистрируем только с заказом человека. Поэтому я сажусь, я просчитываю. Вывожу статистику. Например, у нас в прошлом каталоге было 130 форм. С них у нас было 13 человек с заказом. Вот я говорю, смотрите, 130 человек, которые заинтересовались работой, у нас в работу запустилось только 13 человек. То есть один из десяти. Мне девочка говорит, вот у меня было 5 форм за каталог, но регистрации не одно. Так вот я говорю, смотри, надо, чтобы было 10 форм. Если у тебя будет 10 форм, у тебя 100% будет одна регистрация. Если у тебя было за каталог только 5 форм, о какой регистрации может идти речь? О какой регистрации может идти речь? Важно вот это понимать, важно анализировать, понимать причину, почему что-то не получается. Не просто молодец, вау, круто, а важно понять, в чем зарыта собака, почему не тот результат, который бы хотелось. Проанализировали, ответили, почему так. Она рассказывает, потому что у меня не получается, например, делать определенное количество рассылок, я не успеваю, или я не умею запускать новичка. То есть важно понять причину и дать, чтобы человек вышел с этой планерки с полным видением того, что он делает не так. Вторая говорит, у меня все сливаются, когда доходит дело до 150 баллов, они запускаются в заказ. Я ей говорю, почему, потому что, говорю, ты сама боишься эти баллы собрать, ты сама боишься об этом сказать. Она говорит, да, да, внутри я это боюсь. То есть на этой планерке мы копаемся, мы роемся, ищем ошибки, почему не получается, и таким образом хотим эти ошибки устранить. Дальше. Конечно же, каждый понедельник у нас, каждый понедельник у нас планерка от нашего спонсора, от Ирии Еременко. Мы все туда ходим, мы все ее посещаем. На первой неделе у нас планерка, где мы поздравляем всех с званиями, дает Иринам мотивацию на рост команды, выступают лидеры. И на вторую, на третьей неделе у нас, уже понятно дело, без поздравлений, тоже идет планерка. На первой неделе у меня планерка с моими директорами. То есть раз в каталог мы встречаемся вживую для того, чтобы просто либо обменяться опытом, либо просто поболтать. Всегда обмениваемся опытом и всегда болтаем просто ни о чем для того, чтобы сблизить команду. Координации с партнерами. Вот вчера были координации, сегодня будут координации с девочками. Обязательно работа с информационным листом, работа в чатах ежедневно. Всегда, на каждой неделе, когда бы это ни было, сопровождение, поиск партнеров и донести все акции каждому человеку с Центлистом. Сейчас об этом будем говорить. И вот, когда начинается первая неделя, очень важно провести анализ. Вот я сказала, что каждое воскресенье я сажусь и анализирую данный каталог. Анализирую, понять причину, важно понять причину. Почему был прирост? Почему прироста не было? Что повлияло на то, что были регистрации? Что повлияло на то, что у кого-то не было регистрации? Важно понять, что было сделано, что было сделано хорошо, Что планируется делать? И вот я вчера даже вот эти вопросы еще раз записала в своем чате в рекрутерском, для того, чтобы каждый ответил сам себе честно в чате, написал, почему у него что-то не получилось, что он будет делать в этом каталоге для того, чтобы у него улучшилась статистика, чтобы улучшился его результат, план, да, какой план он себе написал, что он пишет, сколько хочет регистрации, сколько рассылок будет делать. Как я говорю, важно, чтобы ежедневно была система. Если человек не может сделать, например, 300 рассылок в день, то пускай будет ежедневно 150, но минимум каждый день 150. Бывает больше, но не меньше. Чтобы это не было хаотично, сегодня 50 рассылок, завтра 100, потом 200, потом 10, потом 0. Должно быть ежедневно одинаковое количество, только минимум, да, какой-то. Можно больше, но не меньше. И важно вот это все прописывать в своем ежедневном плане. Что мы делаем вместе, что мы делаем по отдельности для общего результата? Показать. Когда мы показываем картинку, что ты будешь иметь, всегда, вот люди всегда стараются ради себя, всегда стараются ради себя. И когда ты прописываешь, открываешь информационный лист, просчитываешь снизу до верха, кому какое будет звание, у кого сколько будет баллов по команде, у кого сколько сделает регистрации, и ты говоришь этому человеку, вот смотри, ты в этом каталоге выйдешь на звание там 12%, но тебе там не хватит 200 баллов. Что ты готова сделать для того, чтобы у тебя эти 200 баллов взялись? Либо сделай больше личку, либо сделай больше регистрации. И человек уже сам понимает, что если он не сделает эти 200 баллов, то виноватым будет он, а не спонсор, да, будет виноватым не команда. Виноватым буду я, потому что я этого не сделал. Так вот важно каждый, когда только открывается каталог, просчитать информационный лист и понять, кто на какое звание выйдет, кому сколько баллов будет насчитано, чтобы донести эту информацию важную до каждого человека, чтобы каждый человек старался ради себя и ради команды. Ну, конечно же, быть примером для своих новичков в первую очередь, делать саму по плану, что может только 50 рассылок в день, как вы себя с ним ведете, как спонсор, пускать или все равно... Понимаете, я не отпускаю, я просто не провожу координацию таким людям, пускай делать. Возможно, этот человек будет просто проводником. Я просто всегда... Есть разные люди, да? И я всегда сравниваю себя с новичком. Я помню, как не была я новичком, что у меня не всегда все получалось. Не все люди рождены быть лидером и сразу. Кому-то это приходит со временем. Вот я была такая же, как большинство новичков. У меня не было лидерского потенциала вообще в априоры. Я не могла вести за собой команду, я не выполняла по плану. Я сейчас это понимаю, да? А на тот момент мне казалось, что я не знаю, какая-то не такая, не знаю почему, да? То есть если бы меня мой спонсор в какой-то момент отпустил, возможно, меня бы сейчас бы не было. Поэтому я никогда не отпускаю. Они все в чате есть, мы качаем, мы мотивируем. У меня есть чат рекрутеров. В этом чате у меня есть люди, которые ищут номера ежедневно. Пускай сделают 50 рассылок, но в этом чате есть. В этом чате нет людей, которые вообще рассылок не делают. Вот этих людей мы с этого чата удаляем, чистим. Раз в каталог я чищу, кого-то добавляю, кого-то удаляю. Поэтому я, моя отношение это никогда не отпускать. Пускай все равно будет меньше на него выделять внимания, меньше времени. Мало ли, вдруг он придет такого человека классного, который будет вашим бриллиантом. Но я вот лично так работаю. Да, то есть понятно, быть примером, показывать, что вы можете. Вот у меня был какой-то застой, партнеры рекрутируют, а регистрацию у них не запускаются. Думаю, ну что может быть не так? Начал активно я, у меня запускаются, а у них нет. Когда провели аналитику, покопались в мозгах, поняли, что некоторые рекрутируют для галочки, лишь бы было потому, что сказал спонсор. Так очень важно донести команду, что нужно рекрутировать не для галочки, что сказал спонсор, а потому что это важно им в первую очередь. Это их звание, это их рост, это их деньги. Открыть информационник обязательно. Мы открываем информационник, смотрим, кто неактивный, особенно у кого доллары стоят. Это значит, человек уже удаляется. Пишу привет, пишу тебе, сообщи такую информацию, что тебя в этом каталоге уже удалят с компанией Арифлейм, если ты не размещаешь свой первый заказик. Возможно, тебе сейчас неинтересен дополнительный доход, или возможно, тебе вообще неинтересно быть потребителем нашей компании, но мы не знаем, что с тобой случится в будущем. Возможно, ты сейчас не хочешь или не можешь зарабатывать деньги. Тебе сейчас это неинтересно, но мало ли что случится в твоей жизни через какое-то время. Возможно, тебе будет интересен дополнительный доход. Давай мы с тобой что-то закажем, чтобы твой номер не удалили. И есть люди, которые просыпаются и делают заказ, а есть люди, которые не просыпаются, пускай уходят. А что ты делаешь с людьми, которые говорят, что хотят работать, но в то же время не могут заполнить задание по уроку за день или больше суток смотрят презентацию? Я всех новичков, которые вот так вот себя ведут, я всех закрепляю себе в Viber, чтобы их не потерять. Если сутки смотрят презентацию, понятно, для человека не будет толку. Я пишу, привет, зайчик, я смотрю, ты не посмотрела еще презентацию, ты понимаешь, что уже прошли сутки, и если ты будешь работать так же, то, соответственно, у тебя не получится результат. По какой причине ты не смогла посмотреть, ты можешь мне объяснить? И человек пишет там, либо не открылась, либо не загрузилась, либо у меня были заняты дела, либо я заболела. Короче, в каждом свои проблемы, да? Если человек написал целую кучу проблем, понятное дело, ему это не важно. Пускай висит, я наблюдаю за этим человеком, еще раз спрашиваю, ты посмотрела, не посмотрела, будем работать или нет. Если человек висит три дня, ничего не отвечает, я его открепляю, закреплен, он мне теряется внизу. Раздуплится, сам напишет, не раздуплится, не напишет. Обычно люди, которые, если человек пишет, ой, извините, да, я забыла, потерялся ваш чат. Спасибо, что вы обо мне, что вы о себе напомнили. Когда я даю еще человеку время, сегодняшний день, я говорю, пожалуйста, посмотри, например, в 4 часа вечера я тебе напишу и расскажешь, как ты посмотрела видео. Если до 4 часов вечера она смотрит и пишет, да, я посмотрела, все, мы запускаем. Но если человек не отписался, человек в данный момент не в априори, да, то есть у него не приоритет. Отпускаем, со временем, может, он появится, через какое-то время вы можете ему написать, если захотите. У меня девочки обрабатывают регистрационные формы периодически, я не обрабатываю, мне не хватает на это времени, но команда обрабатывает, поэтому, мало ли, человек может раздуплиться и через время. Такого человека, если у вас есть продуктовый чат, добавляйте продуктовый чат. В продуктовом чате я периодически спешу о том, что необходима работа, пишите, расскажу. И люди просыпаются, некоторые потом в чате. Обязательно на первой неделе каталога мы прописываем каждому. Я даю задание своему рекрутеру, говорю, берешь информационный лист, открываешь и прописываешь каждому в личку, кому сколько компания начислила денег. Потому что по статистике люди не видят своей зарплаты, когда делают заказы, они не понимают и думают, а что же мне начислили, что я проделала, что я ничего не заработала. И когда ты прописываешь в личку, люди обязательно это видят и уже мотивируются сделать больше в данном каталоге, в следующем. Даже обычные продавцы, когда ты пишешь, что смотри, у меня девочка сделала заказ на 300 баллов, она получила 500 гривен на объемную скидку. Я пишу, Марина, смотри, ты получила, да, так я и в этом так сделаю. То есть люди, когда говоришь о том, что он получает зарплату, они стараются больше. Пишем обязательно, кто идет в бизнес-классе, в личку пишу, что смотри, я либо мои рекрутеры даем информацию, что ты идешь по бизнес-классу, обязательно постарайся в этом каталоге не слети, потому что ты получаешь такую-такую-то скидку, да, и прям картинку выбираем с каталога, сумку, фоткаем, какая его цена по скидке бизнес-класса и какая цена по скидке в 20 процентов, сколько человек зарабатывает, прям прописать выгоду заработка. Кто идет на первый шаг, обязательно напоминаем, что смотри, типа первый шаг, об этом мы говорим, чуть ли там не каждые 2-3 дня в чате выделяем через собачку всех людей, у кого закрытие стартовой программы и до какого числа. Плюс иногда напоминаем еще в личку, чтобы человек не забыл. В чате может потеряться. На второй неделе каталога, у меня уже время заканчивается, боже, мы проводим, как обычно, планерку я провожу для всей своей команды, для всей брюхновой, для всех моих дедушских команд. На этой планерке мы делимся, либо кто-то выступает с девочек, делится каким-то опытом, либо просто мотивация, выявляем боль и эту боль проговариваем. Обязательно координация, планерка спонсора, работа в чатах, в принципе, то же самое, информационный продолжается, координация раз в воскресенье продолжается, прописываем, что сделано, что не сделано, что делаем, что не делаем, что улучшаем. На третьей неделе обязательно все то же самое, но мы добавляем еще, кому не хватает сколько баллов до шага, бизнес-класса, акции, зарплаты, прописываем каждому в личку, что смотри, закрывается каталог через неделю, у тебя сейчас столько баллов, тебе не хватает столько-то до такого-то акции, либо до бизнес-класса, или до зарплаты, или до стартовой программы. Ну, на стартовую программу мы не делаем акцент, мы делаем больше на 150 баллов для того, чтобы люди увидели зарплату. И говорим, ты пришла зарабатывать деньги для того, чтобы зарабатывать необходимо 150 баллов. И как работаем по каждой категории, быстренько пройдусь. Новички. Я думаю, все вы так же работаете. Это ежедневное списывание с людьми, план обязательно на день, что ему необходимо сделать. Говорим о том, что ему нужно будет посещать вебинар. Изучаем каталог. Обязательно в чате раз в день мы качаем там три продукта. Очень важно качать каждый день новых три продукта. Почему? Таким образом люди в чате узнают ассортимент компании Reflame. И очень классно, когда качается продукт, который у человека уже есть. Например, если у меня уже есть заказанный какой-то продукт, который на данный момент в каталоге на скидке, вот мы часто качаем wellness. Я часто вечерами качаю новэдж, делаю умывание в чате, записываю кружочек. Вот смотрите, я умываюсь, я наношу вот это средство, потом вот это. Люди потом заказывают наборы новэдж, потому что они видят, что ты чем-то пользуешься. А когда ты капаешь все время одно и то же, утром мы капаем wellness, пью wellness, пьет ребенок wellness. То есть обязательно, что мы качаем, то в принципе на то и делается акцент, что люди и делают. Обязательно три новых продукта каждый день, для того, чтобы новичок узнавал ассортимент. Таким образом мы изучаем каталог. Всегда показывать выгоду сбора ЛТО, особенно в первые дни своей работы. Нужно сказать, что пришла, твоя задача в течение двух дней сделать заказ на 150 баллов. Понятное дело, не во всех это получается, но они собирают постепенно. Но почему, если ты не сделаешь 150 баллов, мы тебя не допускаем до рекрутинга, потому что ты же не научишь ничего человека, если сама не научилась. Поэтому мы делаем акцент, что тебе это важно, выгодно. И таким образом человек старается активировать свой кабинет. И переводим человека в партнеры. Не забываем, ошибка многих в том, что люди, когда человек сделал заказ, отпускают, думают, а, пускай. Нет, он же пришел зарабатывать деньги. И очень важно научить человека зарабатывать деньги. Не просто перевести его в раздел консультанта, а перевести в раздел потребителя, рекрутера, который будет не только покупать, но и рекрутировать. Продавцы и клиенты. Обязательно списываемся с этими людьми три раза за каталог. Это на первой неделе каталога я пишу, что открылся каталог. Вот тебе все акции, чтобы ты была в курсе. На второй неделе каталога напоминаю, что смотри. Ой, супер, умнички. На второй неделе каталога напоминаем о себе. Говорю, что смотри, если человек не размертил, еще баловала вас заказа, пишу. Может, тебе нужна какая-то помощь. Возможно, нужны какие-то пробнички. Давай с тобой закажем. Или, возможно, тебя что-то спросили, а ты не знаешь. То есть мы напомнили о себе, предложили свою руку помощи. И на третьей неделе, когда закрывается каталог, обязательно еще раз пишу. Если, например, я понимаю, что мне человеку до звания необходимы баллы, я могу сделать личную какую-то акцию от себя. И этому же человеку могу написать, что смотри, если ты, например, даже если человек уже сделал заказ, я пишу в личку, что смотри, если ты еще сделаешь, например, заказ на 150 баллов до конца каталога, я тебе подарю какой-то подарок, там, например, тушь, либо аромат. Таким образом я пишу акцию от себя, и таким образом повышаются баллы для команды. А есть люди, которые могут, если видят выгоду. Выгода большого заказа продавцам обязательно, то, что это больше денег, все акции. И рассказываем, что есть продукты вместо оплаты за доставку, чтобы человек мог выбрать либо платить, либо что-то забрать. Партнеры. С партнерами это отдельное общение, да, это ежедневное общение обязательно, обязательно списываться, мы в основном списываемся голосовыми, иногда созваниваемся, как-то списываться комфортнее, потому что у человека свой график работы, у тебя свой график работы, и комфортно, не наблюдая. Они запоминают, у нас же, когда человек приходит в команду, есть договоренность, что я закреплен за тобой, я буду тебе подсказывать, я буду тебе помогать, я буду тебе периодически писать. Вот если вы будете думать, что надоедает, вот и будет надоедать. Если я, например, об этом не думаю, я даже клиентам своим в личку, вот у меня есть чат, да, я создала чат, которым есть постоянные клиенты, которые постоянно покупают у меня продукцию. Вот есть залетные, а есть постоянно преданные. Чтобы вы понимали, я два-три раза за неделю пишу только им, за каталог шесть-десять раз. Я даже не думаю, надоедает им, не надоедает, мне ничего не говорят, по крайней мере. И сдают заказы, и собирают. Поэтому не думайте о том, что надоедает или нет. Три раза, раз в неделю. Почему мы напоминаем? Потому что человек замотался, у человека свои проблемы. Он за вас может и забыть. У меня ЛТО 300-400 баллов. Когда новогодние праздники, может быть и больше, но я не делаю акценты на продажи. Вообще не делаю акценты. Я делаю акценты на рекрутинг. Моя задача – это рекрутировать. Если, например, летом, у меня может быть товарооборот только свой личный. То есть я могу иногда даже не писать своим клиентам, если, например, мне не надо. Закрыла личку, мне баллы не нужны, я могу вообще даже не писать. Почему личные баллы всегда спасают? Когда вам нужно сколько-то баллов до вашего персонала, чтобы вышло вам какое-то нужное звание, либо автобонус. У меня автобонус, нужно выполнять баллы. Поэтому важно. Кому интересно, тот не надоедает. Партнеры. План на работу – наблюдай. Как я говорила, я наблюдаю. У меня есть чат рекрутера. В этом чате я наблюдаю за людьми, кто что делает. Они в этом чате отписываются ежедневно, кто сколько сделал рассылок, у кого сколько было номеров. То есть мы с этого делаем статистику. Если человек сделал 150 рассылок, и он скинул 10 людям информацию о работе, значит, у него 1 с 15. Если нет незаполненных форм, значит, либо было мало рассылок, либо не та аудитория, либо же, например, смотрим, количество номеров мало. То есть не просто рассылок, а еще и номеров. Благодаря такому, благодаря статистике, мы можем сделать, сейчас скажу, благодаря статистике, мы можем понять, что в человеках ромает, почему у него нет результата. Статистику всегда нужно выводить. Чаты у нас есть в Телеграме и в Вайбере. У меня есть мой основной – это в Вайбере. Все мои команды, все мои директорские команды, всех-всех-всех это в Телеграме, персоналка в Телеграме, а новая веточка у меня в вайбере. Обязательно с партнерами прописываем, где взять баллы. Если у вас запускается новичок, важно ему показать. Например, ты сделаешь себе, покупаешь, например, на 300 гривен, пускай на 30 баллов ты сама себе, тетя купит на столько баллов, крестная, мама, рассылки тебе дадут столько баллов. То есть важно, если новичок пришел, важно показать, откуда ему взять эти личные баллы. У меня так, если рассылок богатый, результат у меня, поменяется целевую аудиторию, не тому рассылается человеку, мертвым душам. Что делать, если после первого рока падает ступор, трубку не берут и на смс не отвечают? Ничего страшного, идете дальше. Когда у вас будет много людей, вы на это не будете обращать внимания. Сколько рассылок в день делаешь? По-разному, от 200, 300, 400, плюс я работаю таргентом, я работаю платно. Дальше. Придумаем вместе, как раскачать команду с рекрутерами. Обязательно не я сама уже думаю, моя задача научить их брать ответственность за команду. Когда я их отпущу, чтобы команда не распалась, а чтобы мои знания, мой ум передался им. То есть моя задача расшевелить мозг, чтобы они включались в действие, чтобы они начинали делать то, что нужно будет делать с их командой, когда они станут директорской командой. И, конечно же, помощь, контроль и сопровождение. Если человек из Чернигово, обязательно живые встречи. В любом случае, если человек из вашего города, живая встреча всегда. И самый первый главный вопрос, который я всегда задаю, когда новичка добавляю в чат рекрутеров, я пишу, зачем тебе это надо. Даже вчера я проводила пленерку, я еще раз высвятила вопрос. Девочки, зачем вы пришли в Арифлейн? Зачем потусить от скуки, от того, чтобы провести время, от того, что, возможно, у меня получится, возможно, у меня будет когда-то результат, возможно, я смогу так же. Если посвящаю от мысли, возможно, от скуки, просто так понаблюдаю, посижу, посмотрю, либо жду, когда вырастет моя команда, я тогда активно включусь. Дорогие мои, снимайте розовые очки. Если ждать, что команда сделает все вместо вас, вам же нужно будет строить трое, третье, четвертое команды. Если вы будете сидеть в ждуне, ждать, пока ваша команда вырастет, вы вторую команду не сможете научиться делать. Вам нужно научиться все делать на первое. Первое – это ваша стабильность. Это пожизненно ваш крепкий сон, без переживаний. Вторая команда – это ваши деньги. Когда ваша команда золотая, веточка, команда золотого директора, золотая под вами, вы спите спокойно, вы уже не переживаете за эту команду. Вы постоянно получаете свой пассивный доход. Вы в одно время вложили, поработали, постоянно не переживаете за эту веточку. Но чтобы она была золотой, необходимо самой включаться в первую очередь и понять, зачем мне это надо. Что изменится в моей жизни благодаря компании Reflame? Как ответить на вопрос, на постоянной ли вы пришли в Reflame основе, или вы просто пока потусите? Задайте себе вопрос. Если вам завтра позвонят и предложат работу с доходом в 20 тысяч гривен, вы бросите Reflame и побежите туда? Если да, только честно, сами с собой поговорите. Вот сами с собой. Если да, значит, вы не преданы партнеру Reflame. Если вы скажете, что я готова. Я, когда пришла в компанию Reflame, я была на 6 процентов. Что такое 6 процентов? Это 100 гривен. И то колебающиеся у меня были. Мы работали ромашками. 6 процентов колебающиеся. И я помню, мне в тот момент преподаватель предлагает пойти в банк. Я банкир по образованию. Мальчик, с которым я встречалась, предлагает забрать папе к себе на работу главным бухгалтером. И я помню, я ходила целую неделю, думала остаться в Reflame с доходом 100 гривен, которых вообще... Ну, что такое 100 гривен? Даже я не знаю. Вообще ни на что не хватает. Что такое 100 гривен, да? Я помню, тогда одалживала деньги для своего брата. И или пойти на работу на доход 3-4 тысячи гривен. На тот момент это были очень хорошие... Главный бухгалтер, это были очень хорошие деньги. Я ходила целую неделю, я практически не спала, я не могла понять. И просто села и подумала, я сейчас пойду за куском хлеба за 3-4 тысячи гривен. Поработаю я сколько? Месяц, два, три? Смогу ли я выполнять эти действия? Даже если я смогу. Но потом этот банк может закрыться, но потом я расстанусь этим мальчиком, меня могут выгнать. Неважно. Или, например, пожизненно буду зарабатывать свои 3 тысячи гривен. Или я сейчас потерплю крах в компании Reflame, кризис вот этот, да, в котором мне 100 гривен, никак я не могла вырваться. Целый год я была на звании 6%, потерплю вот это, и потом у меня будет результат и будет рост. И я выбрала Reflame, потому что я смотрела дальше своего вот этого зора. Я смотрела, что потом, пускай не сейчас, пускай у меня сейчас не получается, потому что я пришла без лидерства. У меня не было вот этого вести за собой команду. Я была серой мышкой, которая боялась в следующий раз рот открыть. И если вас сейчас скажут иди на работу за 20 тысяч гривен или в Reflame имеет доход 2 тысячи, тысячу, 3 тысячи гривен, если вы побежите туда, значит, вы не преданный партнер Reflame. Вот почему у вас и не получается? У многих почему не получается? Потому что вот тут не принятое решение, что для вас это важно. Когда мы принимаем решение, что мне вот тут важно, у нас горят глаза, у нас энергия бурлит, у нас прям все хочется делать, мы прям открываемся, мы прям, все, что не хватает, все люди соглашаются. И ты не понимаешь, откуда? Вот как вот у меня девочки, я говорю, Маша, я говорю, прими решение, что тебе это важно. Ну не получается у них вот это тресни и все. Люди как в прорубь, в какую-то преру идут и все. В прошлое, когда человек принял решение, у него было запуском, наверное, 5 или 6 человек, или даже 7 человек с заказами, потому что вот тут принялось решение, что ему это надо. Зачем вы пришли в компанию Reflame? Сами себе честно ответьте, не своему спонсору, сама себе села и честно сама с собой поговорила. Зачем мне это надо? Так, что значит запомнили? Форма – это регистрация, регистрационная форма. У каждого же есть регистрация. Что предлагаете в объявлениях? Работа или Reflame? Работа. Я об Reflame не говорю в объявлениях, потому что у каждого человека свое отношение к Reflame. И когда человек говорит, это Reflame, я сразу отвечаю, да, но я набираю них консультантов, вы не будете бегать с каталогом. Так, 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 я тут останусь, зараз маю такую зарплату, але пришла в Reflame, щоб мати впевненість, завтра ще не буде не аля компанія, дати о можливості. Вот, понимаете, важно, пропишете себе, что вы хотите. Зачем вам нужен Reflame? Зачем вам нужен Reflame? Вы можете пойти на другую работу, где вы такие деньги заработаете. Но благодаря Reflame, я не знаю, у меня, например, я заработала на квартиру, я имею машину, я путешествую, имею команду, я стала увереннее в себе, понимаете? Все, Reflame поменял. Если у вас что-то не получается, обязательно звоните руководителю, обязательно, не стесняйтесь, просите о помощи, говорите, что покопайся, у меня тараканы в голове, помоги мне, помоги мне этого избавиться. И самое главное, не лениться. Вы сюда пришли ради себя, не ради своего спонсора, не ради своего руководителя, вы сюда пришли ради своего будущего. Будете вы это будущее иметь или нет? Зависит только от вас. В компании Reflame сбываются не только мои мечты, понимаете? Заполняются желания моего ребенка. Мой ребенок 4 года уже полетал на самолете. 4 года. У меня муж полетал впервые на самолете 30 лет, а ребенок 4 года. И вот это меня мотивирует. Меня мотивируют счастливые глаза моего ребенка. Когда он говорит, я хочу вот это, и ты можешь ему это дать. Когда он говорит, я хочу сюда, и ты можешь его сюда отвезти. Когда твоя команда, когда ты смотришь, как у них меняются жизни, когда твои девочки приходят, обычные, которые нифига не получали, с обычной семьи, которые очень бедные семьи, да, вот как у меня есть девочка Таня, с обычной семьи, многодетной семьи, человек не пошел на пятый курс благодаря компании. Понимаете, у него был выбор пойти на пятый курс, и этот курс будет забирать у него учеба, время, или пойти полностью отдаться Reflame. Сейчас это старший золотой директор. Сейчас это человек, который получает доход, больше двадцати тысяч гривен в месяц. Если у вас стоит выбор, в пользу чего вы сделаете, ваши весы куда? Честно, сами с собой поговорите. Что вы выберете? И когда ты смотришь на этих людей, у тебя мурашки, у тебя слезы на глазах, вот тогда вы сто процентов приняли решение быть компанией Reflame. Запуск начинается вот тут. И даже если вы напишите план, как я говорила вначале, я написала план, но у меня не получалось, пока я не приняла решение, важно принять решение, ваш этот каталог или не ваш. Поэтому я вам желаю запустить очень удачный каталог, принимайте решение в правильную пользу, анализируйте всегда, пишите, прорабатывайте информационный лист, ни за кого не забывайте, ни за кого не принимайте решение, принимайте, человек сам должен принять решение, не будьте эгоистом, давайте всем информацию. Удачного закрытия, давайте сделаем так, чтобы этот каталог компании Reflame взорвал полностью, разобрали всю продукцию на складах и закрывали с одними мылами, да. Все, всем пока, всех обнимаю, пока-пока.